Давайте еще о международке, но о той, которая вот прям-прям сейчас тоже на повестке во всех мировых СМИ. Израиль рассматривает возможность превентивных ударов и готовится к многодневной атаке со стороны Ирана и Хезболы с применением ракеты беспилотников. Подключает для этой беседы Станислава Желиховского, кандидата политических наук, эксперта международника, к нашему эфиру. Станислав, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вот 12-го, точнее 12-й канал местный, израильский, сообщает, что премьер Нетаньяху собирает в воскресенье вечером совещание с руководителями служб безопасности, но он еще не имеет окончательной картинки атак, с которыми столкнется страна, но как бы Израиль уверен, что это точно будет. Понимаю, что вы не военный эксперт, и мы не будем сейчас давать прогнозы, как именно эта атака может выглядеть с точки зрения вооружения, но с точки зрения, давайте, политических задач, масштабов, обрисуйте, пожалуйста, все-таки, как Иран видит эту месть за пощечину откровенную со стороны Израиля, который уничтожил главу Хамас. Ну, действительно, ситуация на Ближнем Востоке остается более и более напряженной, и, как известно, Иран угрожает атаковать Израиль в отместку за ликвидацию в Тегеране одного из предводителей Хамаса, Исмаила Хании. Соединенные Шатты Америки, в свою очередь, усиливают дипломатическое давление и на Иран, и на Израиль, чтобы они проявляли воздерживание от такого вот нового витка конфликта. И, как известно, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин созвал телефонную конференцию с министрами нестранных дел стран группы СИМИ и попросил их оказывать дипломатическое давление на Иран, на Израиль, на Хизбалу, чтобы они проявляли максимальную сдержанность как раз-таки в преддверии такого возможного нового кризиса. И чтобы не произошло вот этого как раз-таки кровопролития, делается все возможное, чтобы этого не случилось. Но, тем не менее, и США, и многие другие страны западного мира начали эвакуировать своих граждан с региона. Также мы видим, что приостановились полеты во многие аэропорты этих государств. И все-таки стоит также понимать, что одним из возможных полей битв будет как раз-таки Ливан, так как стоит понимать, что Иран и Израиль не имеют общей границы. Поэтому как раз-таки Ливан и рассматривается, что его территория может быть милым столкновением. И Министерство иностранных дел Украины совместно с ГУР провели операцию по эвакуации из Ливана украинских граждан. Но также официальный Киев, столица страны, правительство страны, которая годами страдает от военной агрессии Российской Федерации, призывает мир к коллективным усилиям для предотвращения угрозы развертывания нового масштабного очага войны. Но, тем не менее, мы должны понимать, что с большой долей вероятности этот конфликт или новый виток конфликта может все-таки начаться. И, конечно же, последствия могут быть плачевными прежде всего для людей и для стран, которые там находятся. Конечно же, это также может задеть и весь регион, то есть оно может охватить больше диапазон противоборствующих сторон. Но также мы должны понимать, что этот конфликт в случае эскалации может втянуть и многие другие государства, государства, которые имеют больше веса в международной политике, нежели просто даже региональные игроки. И, конечно же, мы прежде всего говорим о Соединенных Штатах Америки и о Российской Федерации, потому что США имеют союзнические отношения с Израилем, а Россия имеет такие же с Ираном. И уже известно, что произошел визит секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу в Тигран. Ну и также известно, что происходит перемещение в Иран различных ракетных комплексов, ну в частности, таких как Искандер, а также перемещаются Рэбэ и тому подобное. То есть все идет к тому, ну идет к подготовке, потому что Соединенные Штаты отправили к Израилю свои истребители, свой военный флот и также усиливается присутствие западное в регионе. Ну и, конечно же, сам Израиль очень много сейчас проводит, скажем, таких вот маневров для того, чтобы можно было подготовиться к возможной атаке со стороны Ирана, со стороны Ливанской Хизбаллы и со стороны других потенциальных игроков, которые могут принять участие в этом конфликте. Но, скажем так, действительно ситуация неспокойная. Ну и, конечно же, это не может не тревожить Украину, которая, как я уже подчеркнул, сама уже более 10 лет страдает от агрессии, от военной агрессии и, конечно же, нам бы не хотелось бы, чтобы новый конфликт мог бы и отвлекнуть внимание мировой общественности и, скажем так, чтобы Израиль, скажем так, получал больше помощи, чем могла получать Украина, хотя и Израиль, и наша страна имеют союзнические отношения с Америкой и с многими другими государствами, в том числе имеется в виду контекст договоров о безопасности, которые были подписаны сторонами. Но надеемся, что худшего сценария не произойдет. Но мы должны понимать, что, конечно же, там очень сложная игра, и дело тут как раз таки не только в конфликте, ради конфликта. Мы должны понимать, что там давняя вражда, и эти ставки уже давно высоки, которые поставлены. Но также мы должны понимать, что есть определенная выгода для тех или иных стран, даже для того, что из Израиля, потому что, скажем так, эти переговоры зашли на такую фазу, которая, скажем так, могла бы разрешить этот конфликт, но, например, для официального Иерусалима там не все так однозначно, и премьер-министр Израиля Бенемин Таньягу, скажем так, не спешил идти, например, в сторону того, чтобы можно было разрешить, например, палестинский вопрос. Теперь это, скажем так, отойдет на второй план, но, снова-таки, от этого пострадают, могут пострадать жители Израиля, это могут быть жертвы, могут быть разрушения, и, скажем так, это может быть слишком высокая цена за то, что желало бы официальное правительство этого государства. Но также мы понимаем, что и для Ирана очень важно, скажем так, совершить этот акт расплаты, и это, скажем так, ну, если можно так выразиться, дело чести для ее правительственной верхушки. И как раз-таки сейчас там пришел к власти новый президент. Президент, вот не исключается, что для того, чтобы он укрепил свою власть, он все-таки пойдет на этот шаг, на шаг военной агрессии. То есть, скажем так, тут специфическая ситуация, то есть ее можно рассматривать под разными углами, но, снова-таки, для Украины очень важно, чтобы это не повлияло негативным образом на нас, тем более, что этот конфликт, это, значит, еще больше поляризует мировое сообщество, и это будет означать, что каких-то конфликтогенных ситуаций может дальше становиться все больше и больше, что, конечно, бы не хотелось, учитывая то, что многие игроки могут быть втянуты, и, конечно же, это могут быть различные абсолютно последствия. Вы, Станислав, упомянули об усилении военном и присутствии Соединенных Штатов Америки, да, я читаю о том, как они перебрасывают туда F-22 Raptor, об этом сами пишут, F-16, в том числе Flight in Falcons, 510 эскадрилья, штурмовики А-10, Thunderbolt, короче говоря, перекидывают много той техники, которая в том числе весной помогала Израилю сбивать дроны, которые Израиль направлял в этот регион. Вопрос будет мой такой. У США есть какие-то еще инструменты, кроме оружия, чтобы повлиять на Иран? Ну, пока что мы должны понимать, что США используют самый главный инструмент, самые главные рычаги, это, конечно, дипломатические, и тут очень усиленно работает не только американская дипломатия, но и подключаются другие страны, в частности, Иордания, а также некоторые другие для того, чтобы можно было, скажем так, если не остановить этот процесс, то хотя бы минимизировать. И это, кстати, действительно важно, потому что если даже и будет конфликт, но он будет все-таки не настолько горячим, как он мог бы быть, то это тоже неплохой результат работы дипломатических служб различных стран. И видим, что и Украина работает в этом направлении. То есть я думаю, что пока есть время, нужно еще больше докладывать усилий, чтобы не произошло какого-то такого конфликта, который бы действительно очень сильно, скажем, повлиял на всю мировую геополитическую парадигму. И мне кажется, что до последнего будут докладываться усилия, чтобы этот конфликт либо не допустить, либо, скажем так, свести его к минимуму. Ну, посмотрим. И снова-таки говорят, что могут быть различные сценарии. Невозможно точно предусмотреть, в каком направлении это все будет двигаться, насколько, как долго этот конфликт, гипотетически, может также продлиться. Мы должны понимать, что это действительно очень серьезная ситуация, и она как раз-таки тянется, как минимум, с октября месяца прошлого года. И все-таки... Так, небольшая проблема со связью. Станислав пропал, кажется, звуком точно из нашего эфира. Но в любом случае, благодарим его за участие. Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, был в эфире Freedom. Его мы еще не раз увидим. Спасибо ему.